Сегодня у нас 18 августа. Я решила съездить в ближайший городок, называется Сан-Поль-де-Мар. Это такой маленький провинциальный городок, в котором я, кстати, никогда не была. Трейн придет через 10 минут, пока я воткнула себе в ухо музыку и стою наслаждаясь. Вот я вышла, вот он в Сан-Поль-де-Мар. Вообще-то очень красиво, я вижу. Интересно, по-моему, здесь можно было тоже без билета выйти. Ну, я, конечно, этого же не знаю. Но море, конечно, замечательное. Значит, вчера, вернее, всю ночь шел дождь, утром встала, был дождь. О, и такое море. А может быть, это море такое, потому что тут вот такой сделан волноразрыватель. О, мне кажется, там такое дно хорошее. Потому что мне в Калеи вообще не нравится пляж. Абсолютно не нравится. Там такая галька, она так в ноги впивается просто аж до слез. Ну, вот, наверное, этим и объясняется, что в Калеи не столько много желающих на пляж сходить. Ну, красиво. Думаю, что городишко маленький будет красивое. Еще раз говорю, что этот город называется Сан-Поль-де-Мар. Вот тут такой тоннельчик. Много раз его проезжала. Ну, теперь перейду здесь. Вначале пойду море посмотрю, потом пойду туда. Вот, как красиво в середине. Вон, такие пальмы. Такое синее-синее небо. Очень красиво. Может быть, мне сюда лучше приезжать на пляж. Но опять накладно. Достаточно дорого. Можно, конечно, здесь поездок купить. Да, мы скоро уже возвращаемся домой. Ой, так. Ну, там, конечно, здорово плавать. Там никаких волн нет. Ой, мне показалось, что я что-то ничего не записала. Вот, как красиво тут. Небо синее. И оно так сливается с морем. И море такое гладкое-гладкое. Так люблю такое море. Может, это то, что тут есть мол. Вообще-то нет. Так далеко смотреть. Тоже везде гладко. Я так понимаю, что ты их не посыщешь за морей. Тем тут. Да, это у них посыщешь за морей. Тем так. В общем, тоже очень красиво. Первый раз я здесь. Как-то... Это мне Леша сказал. Да, Леша спросила. Говорю, куда же мне съездить хоть, чтобы посмотреть. А воспользоваться пока тем, что мы живем, где есть трейн. Есть станция трейн. И вот мне Леша сегодня сказал, что поезжай. И посмотри Сан-Поль-де-Мар. Достаточно маленький, хорошенький городочек. Как красиво тут. Ай, красота. Мусор убирают. Загородили мне тут весь обзор. Вот тут такой красивый дом. Это видно, что это частная квартира, что это не отель. Очень красиво. Так, у всех цветы на балконе. Вот это, наверное, классно так. Выйдешь на балкон и море. Вообще рай. Райское место. Специально этот балкончик все это хочу заснять. Очень красивые тут цветы. И розы цветут. И пальмы даже есть. Здорово. Красота. Ну, тут не так красиво. Это вот тут прям вообще так красиво. О, как я люблю цветы. В общем, забралась по этой лестнице я. О, впереди такая зелень, красота. Много раз я проезжала это место на трейне и на автобусе. И Леша меня тоже на машине возил. Но это первый раз, когда я это вижу. Как вам сказать, живьем. Конечно, очень хочется туда вот на гору залезть. Я думаю, у меня, конечно, сил не хватит. Я даже пока не знаю, куда же мне идти дальше. Смотрите, вот здесь растет гранат. Вон гранаты какие растут. Так интересно. О, вот они, гранатики. Зеленые еще. Здорово. Вот так люблю эти фруктовые деревья, что они так просто на улице растут. Ой, знаете, у меня такая мысль сейчас просто в голову вошла. Вот еще раз повторю, как называется этот город. Он называется Сан-Поль-де-Мар. Вообще, кто не любит такой, ну, сильно такой шумные туристические города, или, например, уже там надоели какие-то города, там Санта-Сусанна, Бланес, Льурет-де-Мар, то вот я вам посоветую посетить и вот это Сан-Поль-де-Мар. Абсолютно, совершенно прекрасные пейзажи. Очень красиво. Я еще даже, можно сказать, ничего не видела, но мне уже так нравится, просто безумно нравится. А какой великолепный пляж. И вот это очень большое значение, что тут идет вот эта железная дорога. Это значит, вы свободно будете путешествовать. Можете объехать всю Коста-Браву, до Барселоны там, до Жироны свободно можете доехать. В общем, посетите вот этот старинный городок Сан-Поль-де-Мар. Я думаю, он у вас оставит неизгладимое впечатление. Я, скорее всего, думаю, что здесь тоже очень много отелей. Просто он как-то, может быть, не так сильно разрекламирован в России. Но вот, если что, кто вот хочет, там собирается. Думаю, что не пожалеет. С полной уверенностью хочу сказать, что это в прошлом был тоже рыбацкий поселок, потому что вот форма такая, домов обычно в рыбацких поселках бывает. Ой, мне очень нравится. Такой городок чистенький, такой маленький. И точно рыбацкий. Вот он. Такие белые дома. Здорово. Я, видимо, вышла на торговую улицу. Уж там плутать не буду по лабиринтам. Решила идти за людьми, потому что в Испании такие есть интересные улочки. Ты идешь, идешь, и раз, и в тупик упираешься. Так что там, куда люди в основном не идут, то сюда не ходить. Ну, если только чисто посмотреть, ну да, это торговая улица. Вот это очень так, все время, когда я хожу по таким улицам, я думаю, надо же, раньше здесь такие рыцари, наверное, такие сеньоры ходили, красивые. А теперь я здесь иду. Вот тут центр Сивик. Ну, обычно сюда пожилые люди приходят. У них там бывают какие-то их не занятия, клубы, кружки. И вот тут внизу видно, что выставлена какая-то экспозиция. Экспозиция. Ну, вот, уже видно море. Рыбацкая улочка закончилась. Вот такая синева, и она пересекается так, с таким белоснежным домом. Не знаю, конечно, передастся ли это. Ну, в общем, такая сияющая голубизна. Здесь такие белые. Здорово. Ой, такое впечатление у меня, кстати, вообще. Я вроде мне казалось, что я уж все здесь видела. А вот, какое сегодня у меня открытие. балкончик здесь такой. Кстати, я когда тут ездила на трейне, у меня было желание много раз. Думаю, как бы это выйти и посмотреть. Ну, все вот некогда, некогда. Все вот это, какая-то жизнь, вот такая суета, она все затягивает, затягивает. А жизнь это проходит. Надо, как бы, пользоваться, пользоваться каждым моментом своей жизни. Ну, нет работы, но зато теперь можно погулять и посмотреть окрестности. Ой, вот тут такой совершенно шикарный дом. Шикарный дом. Точно раньше там такие, наверное, жили богатейшие люди. Но видно, что он как-то неухожен совершенно. Пожилые, наверное, живут там, как доживают свой век. А молодежь неинтересна, они все бросают в такие вот маленькие поселки. Все уезжают искать лучшую жизнь. Ну, вообще, конечно, дворец, а не дом. Ну, там музей. Кремль, тут ничего не слышно. В общем, это у них мэрия такая, а это такой особняк. Нифига себе. красота. Наверное, тут кто-то царский в крови. Позиция красивейших домов продолжается. Тут тоже красивый такой особняк видно. Жили богатые люди здесь, значит. Наверное, когда они строили себе эти дома, наверное, никакой здесь железной дороги не было, а сейчас она тут ездит, этот трейн, грохочет. Наверное, стало невыносимо жить, и они все побросали. Вообще-то, вроде, немного ухоженная. Тетенька вон там есть какая-то. Наверное, какая-нибудь королевских кровей. снимем вид с другой стороны. Очень красиво. Захватывающе. Очень красивый дом. Ну, конечно, уже запущение видно, но вон там тетенька улыбалась мне. Здорово. палку селфи не взяла, но как-то надо же себя снять. Я сегодня очень довольна поездкой. А вот это уже похоже на Италию. Мне так кажется. это видимо отель. Это скорее всего отель. Надеюсь, меня видно, как я сегодня нарядилась. я и в центре. Вот средневековая. Вот это точно средневековый замок. улица идет. Даже сомневаться нельзя. Вот настолько это видно. Вот мы идем и представьте, что раньше здесь такие колесницы были. такие сеньоры с дамами шли. А может быть ехали на конях. И я сейчас тут иду. Читала о том, что почему же такие узкие извилистые улицы вообще в средневековых городах это для того, чтобы врагам не дать преимущества. То есть сами кто оборонялся, они уже были как бы за углом и у них было больше преимущества чем те кто нападали. поэтому вот такие вот извилистые такие узкие улочки. Но еще считалось, что вот такие узкие улочки они как бы создавали тень. И что раньше в Испании было очень очень жарко. Сейчас уже немножко попрохладнее погода. И поэтому такие броски дом брошенный. Вот такое чудо брошенное. вот оно разрушается так, потому что когда никто не живет в доме, он начинает разрушаться. Красивые такие броски. жалко. А вот это вот он впереди этот дом красивый. Так выточено красиво вообще. Нравится, такой цвет плавно приятный дома. И вот самые точеные такие формы. Интересно. красиво. Красиво. Сейчас с этой стороны поближе покажу этот дом. Все-таки он меня впечатлил очень. Снять такой впереди кот одинокий сидит. Такой довольный сидит там. Думаю видно его. Думаю на этом надо заканчивать уже. Снова остановилась у этого дома. Ну просто не безразличная к этому дому. Ладно. Большое спасибо всем, кто меня смотрит. Я совершенно спокойна абсолютно. Довольна своей жизнью. А это главное. Всем удачи. До свидания. субтитры